...со стороны родителей в отношении ребенка. И тогда к нему приблиняются меры профилактики. Первое, это профилактическая беседа. То есть ювеналка, опека могут приехать, просто побеседовать. Второе, доставить в полицию, составить административный протокол. Третье, дать защитное предписание. Четвертое, административное задержание на 15 суток. Вы понимаете, да? 15 суток, а кто будет кормить детей? Он не будет ходить на работу. Да его за ней не явно на работу, его сирию уволят, он потеряет место работы. Он потеряет источник доходов. Это что, защита правильных? Принудительная мера медицинского характера. Это будет психологическая работа с человеком, но эта работа психолога, она будет оплачиваемой, она не будет бесплатной. И какая-то девочка, допустим, пришла после высшего учебного заведения, который вот только-только начал работать, она будет с тобой проводить психологические тренинги месяц, и два, и три, и четыре. И пока она не вынесет свое решение, она в твою пользу и выходит. И ты будешь ходить, вы понимаете? Это же вообще абсурд какой-то. А дальше, если его поставят на учет или в психиатрическую больницу его отправят на принудительное лечение, этот мужчина не сможет трудоустроиться, он будет справка, что он состоит на учете в психиатрической больнице. Шестое меры наказания, штрафы, до двухсот лестничных расчетных показателей, это 738 тысяч 300 тенге. Это, получается, дети должны голодать. Седьмой пункт, это установление особенных требований к поведению правонарушителя. То есть ювенальная юстиция будет выставлять тебе ряд требований, что ты должен ходить тише воды, ниже травы. И это не один день и не два дня. Это довольно длительный. И восьмое, лишение родительских прав. А лишение родительских прав ведет автоматически к отобранию ребенка. Отбирают ребенка и все. Вот как аналогично, вот, у своей отобрали ребенка. И в итоге к чему это приведет? Этих отобранных детей куда поведут? Сейчас, уважаемые, пожалуйста, послушайте внимательно. Сегодня, в настоящее время, в мажорисе парламента готовится, разрабатывается законопроект о профессиональных семьях. Что такое профессиональная семья? Помните, раньше были детские дома? Жерны-балажны, да? Детей, допустим, кто оставались без родителей, без опекунов, отправляли в детские дома. Потом это перешло в патронатные семьи. Сейчас это будет называться профессиональная семья. Профессиональная семья – это где папа и мама будут получать каждый месяц по 250 тысяч зарплату. То есть семейная пара получает 500 тысяч сенгер зарплату в месяц. Кроме того, на каждого ребенка дается 2-10 МРП. То есть 3690 умножаем на 10 – 37 тысяч. Положено до 4 детей, 5 не можешь. Получается 37 тысяч на 4 умножить, это порядка 150 тысяч. И 500 тысяч для родителей, которые взяли в профессиональную семью детей. Получается, государство будет эти 650 тысяч ежемесячно отдавать семье, чтобы воспитывать этих отобранных детей. А зачем это делать? Так лучше вы эти деньги отдайте этим бедным, несчастным, многодетным семьям. Вы помогите материально им. Через 2-3 месяца, через 4 месяца под видом направили на лечение за рубеж. Направили для обучения в высшие учебные заведения или в колледжи. Будут отправлять за рубеж. А за рубежом, что с этим ребенком станет, мы даже не знаем. Мы даже не знаем, даже страшно так положить. Вы понимаете? Таким образом, почему Запад хочет забрать наших детей? Потому что мы с казахами, мы казахи. У нас есть жета-атар. То есть мы сами, прежде чем парень с девушкой собираются жениться, дружат, они уже знают, кто с какого рода. И между ними должно быть 7 поколений. Они должны быть чужими друг к другу на 7 поколениях. Только тогда не будет смешения крови. Тогда не будет детей инвалидов, уродов и так далее. Потому что нет смешения крови. У нас чистая кровь, во-первых. А если чистая кровь, это высокий иммунитет. Кроме того, мы дети воспитываем детей, растем в казахской степи. Мы кушаем мясо, бешбармаки, баурсаки, кумысы. У нас здоровые дети, у нас генетика, наследственность чистая. И именно вот таких детей требует Запад для своих собственных целей. Там, может быть, на донорские органы, мы не знаем. Там, может быть, отдадут этим голубым... Мальчик с мальчиками поженились, хотят ребенка. А у них же ребенка нет, два мужчины не могут же ребенка родить. Они берут с этого ребенка. Что дальше с этим ребенком будет? Вы понимаете? Это просто трагедия, это трагедия нашего государства. Это, я считаю, разрушение семьи. Вот этот закон, он просто ведет к разрушению семьи. А семья – это ячейка государства. А значит, идет угроза семье, угроза национальной безопасности. Мы не нуждаемся в том, чтобы Запад нам диктовал, как нам воспитывать детей. Вот так руки засовывают они в нашу семью, Юнисеп. И все раз расшатывают эту семью изнутри и вытягивают оттуда детей. Все раз хочу подвести, коротко сказать итоги, что данный законопроект, он в первую очередь криминализирует семейные отношения, позволяет вмешиваться в жизнь семьи. Вот этот закон понижает авторитет мужа, отца и женщины. Второе. Закон содержит огромное количество неподъемных штрафов на семью, начиная от 300 тысяч до 3 миллионов 700 тысяч. И самое страшное – потерю родного ребенка, которого дальше ждет неизвестная семья. И жизнь полная посторонних людей, смены места жительства и родителей – это вот о чем я говорила профессиональная семья. Третье. По данному закону можно разрушить любую семью, принудить членов семьи получать услуги психологов. Вот этот закон, он принуждает отца или мать получать услуги психологов. Но эти услуги не бесплатные, во-первых. И от решения этого психолога будет зависеть, дети дальше увидят свою маму, папу или не увидят. Вы понимаете? Это получается, что человек будет решать судьбу этой семьи. Вы понимаете? Четвертое. Семья больше не является по защите государства. Такой закон приняли наши избранные депутаты во втором чтении. По любому ложному или не ложному дому в семье начнутся проверки и испытания. В уголовном кодексе переносится статья 108, 109-й побои, переносится из административного кодекса в уголовный кодекс. Вносится ответственность за травлю, буллинг через именно статью 127-й кодекса административных правонарушений. Неисполнение, вот эта статья называется, неисполнение обязанностей по воспитанию, образованию, защите прав и интересов несовершеннолетних. По кодексу. Расширяется часть 2, часть 3, пункта 2, статья 70, кодекса о браке и супружестве семьи. Вот я о чем вам говорила, да? Кодекса о браке и семье, статья 70, часть 3, пункт 2. Износится в список ответственности, то есть ответственность родителей формирования закона послушного поведения ребенка. С одной стороны, этот закон позволяет вседозволенность, а с другой стороны, по статье 70, линия направлена на формирование закона послушного поведения ребенка. Это же абсурд. Оно же одно другом противоречит, вы понимаете, да? Это полный абсурд и противоречие. Здесь пунктов статей закона в одном законе идут противоречия. В случае принятия поправок любой родитель, чей ребенок впервые нарушил закон, может быть случайно, может быть поддался другому влиянию своих друзей, своего окружения, он подпадает под статью. Статья, знаете, как называется? Вот послушайте внимательно, сейчас лето приближается, это очень будет дотрагивать каждую семью. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего кодекса административного правонарушения или уголовного со всеми вытекающими последствиями вплоть до штрафа и ареста, а также под пункт 1 ст. 75 кодекса братьев супружести и семьи, где определено, что уклонение от выполнения родительских обязанностей влечет лишение родительских прав. А что это означает? Расширяется часть 1 ст. 127 кодекса административных правонарушений. Добавляются признаки неисполнения родителями обязанностей, непринятия мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей. Понимаете, это уже будет привлекаться к ответственности родителей, и родители лишаются родительских прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей родителей. Понимаете, родители? Вот о чем говорили, если ребенок будет ходить до ночи, то поздно на улице, если он будет употреблять наркотические вещества, если он будет употреблять спиртные напитки, то это напрямую нарушение ст. 75 кодекса, лишение родительских прав, которые уклоняются от выполнения обязанностей родителей. С одной стороны, закон запрещает нам воспитывать ребенка, а с другой стороны, вседозвольный ребенок будет, что хотел, что хотит, тот творит, тут же родители наказываются за то, что они не исполняют обязанности родителей. Назначаемый судом, то есть обязательная, недобровольная, принудительная психологическая помощь. Это принудительная, недобровольная, поэтому психологическая помощь, помощь может прогревать, тем самым преследовать семью и расстраивать бюджетные средства. Вы понимаете? То есть эти многочисленные психологи, у которых у нас целая армия в каждой школе, как недавно говорили в мажористе парламента, что один психолог на всю школу, это очень мало, если в школе там 4 тысячи учеников, это надо быть примерно 3-4 психолога, вы посчитаете по стране, сколько школ и сколько должно быть психологов, это какие бюджетные средства на это тратятся. И следующее, назначается судом, то есть обязательная, недобровольная психологическая помощь и создание, шестой функции, создание некоторых, неких центров поддержки семьи с прозрачным статусом и функциями. А вы знаете, это центры поддержки семьи, они абсолютно непрозрачны. Этих центров уже в каждой области, в каждом городе, в каждом районе созданы. Там целая будет ротация кадров, там такие бюджетные средства будут, это настоящая коррупционная лазейка, понимаете? Последнее, внедрение в школах, учреждениях образования поголовно-психологопедагогического сопровождения всех обучающихся. Это вот то, о чем мы говорили, что сейчас идет напрямую, в каждой школе, в каждом классе идет анкетирование, тестирование. Вот это не бывает, потому что мамочка у меня вот тщательно сидит на котетных матерей, она прочитала анкету и говорит, а если у тебя плохое настроение, а ты можешь залезть на верхний этаж и скрыгнуть оттуда? Вы понимаете? То, о чем человек даже не говорит, то, о чем человек даже не говорит, у него даже в голову не придет, уже внушает мозги маленького ребенка, начиная в 10 лет, 12 лет, 15 лет, это же, это вражеский закон, ребята, как это еще можно назвать? Это антилармонный закон. Нельзя его, нельзя, чтобы он у нас был в Казахстане, вы поймите правильно. Мы не хотим потерять наше государство, мы не хотим потерять наше будущее поколение. Это угроза нашей семье, это угроза нашей безопасности, национальной безопасности, понимаете? Наш Казахстан во что хотят превратить, чтобы мы были как Европа, как Запад? Да мы не допустим этого, мы родители, мы для этого и родились, чтобы мы защищали свое будущее поколение. Пожалуйста, азарейте, вы слышите нас, пожаемый клиент, еще раз мы вас умоляем, отозвать этот закон, первую очередь отозвать. Керғай көрсін, да? Керғай көрсін, біз қарсымыз, біз қарсымыз, біз қарсымыз, біз қарсымыз, біз қарсымыз, біз қарсымыз. Керғай көрсін, біз қарсымыз, біз қарсымыз, біз қарсымыз.